В прошлом видео мы сделали скрипт, который читает данные с листа, но у него есть пару недостатков. Первое. Ему приходится два раза читать с листа, что неэффективно. То есть, он вначале читает диапазон до 4, до 5, а потом считывает с него значения. И второе. Нам постоянно нужно копировать часть текста прямо в тело скрипта. И мне пришла в голову мысль, как от этого избавиться. Надо удалить ненужные строчки, колонки. И останется только вот это тело. Группа переменных, которой нам нужно. Описание. В данном случае разделитель первый и второй. Название, как оно пойдет в скрипте. И их значение. Но нам нужна только вот эта колонка C2D. И она должна быть неизменной. То есть, нам нужно, чтобы название переменной в колонке C и в колонке D, чтобы было значение. Так, возвращаемся. Идем в инструменты редактор скриптов. Идем слева, здесь файлы. Новый файл, который мы создали в прошлый раз. Конст.js. И здесь поменяем. Первое. Я не хочу также писать константу, которая сохраняет ссылку на файл. Я хочу по умолчанию брать текущий файл. Поэтому здесь сотру и напишу, что берите текущий файл, только если используете этот скрипт как библиотеку. Вот. Потом константа с именем листа, с которого мы читаем имя. Все правильно. И нужно еще добавить константу C2D с диапазоном. С диапазоном пусть будет... Тут у нас A2, C2, D. И еще, так как мы не записываем в тело скрипта все вот эти переменные, то хотя бы для тестов CDLimiter1 сохраним. Вот это вот название для тестов. И еще добавим глобальную переменную. Вот такую хочу. Три буквы C заглавные, что означает какая-то глобальная переменная, имя которой редко где встретится. То есть C со C редко где-то встретится. Поэтому ее легко будет найти по всему проекту. И заметьте, это переменная, это в фигурных скобках, это значит, что это пустой объект. Удаляем наше объявление переменных, удаляем наше назначение переменных, которое мы делали в прошлый раз. И смотрим, как меняется скрипт. В первую очередь надо получить файл, но только он его, если... Важно, если файл ID пустой, надо проверить это условие. То есть, если вот эта вот константа равна ничему, не строгое сравнение здесь сгодится, тогда берем этот файл, можно объявить его еще раз, ничего страшного. Spreadsheet app. Получить текущий лист или getActive. В противном случае else. Получить файл из этой, собственно, ID. Таким образом, мы защищаемся. Если мы говорим, так, ну, по умолчанию нет ID, окей, тогда возьми текущий файл. Если ты захочешь поставить текущую ID, ты сможешь использовать этот файл в качестве библиотеки. И он не будет сбиваться на другой файл. Тогда, конечно, поставь здесь ID файла, и она будет жестко привязана. Сохраним наш прогресс. Потом лист. Это все правильно. Потом R. Это диапазон. GetConst. C2. 2D. Ну, до этого момента все правильно. Дальше нам пока что не нужно. Нужно стереть это. Тут вот хитрость. Как этот CC, как его преобразовать? Для этого нужно взять из этого диапазона значение. Range. Вот эта вот точка GetValues. Получили из него значение. Отлично. Теперь в цикле нужно назначить новые переменные этому CCC и назначить им, собственно, эти значения. Давай таки сделаем. For var i равняется 0. L равняется values.vn. Длина этих всех значений. И меньше L. И плюс-плюс. То есть, вот так мы создаем новый цикл. Элементарно. То есть, проходим по i, до тех пор, пока i не достигнет последнего значения диапазона values. И предназначаем этой CCC. В квадратных скобках будет имя переменной. values. И это строчка. И первое значение 0. То есть, 0 это значит, что он возьмет вот это значение. Делиметр 1. Копируем то values и 0. Потому что мы хотим присвоить этому значение из той же строки, только следующую колонку. 1. Точка запятой. И так он в цикле пройдет все. В этом, единственное, не очень хорошо, что он также начнет присваивать пустые значения пустым. Но это не страшно. Он в объекте даст просто пустоту для всех пустых. В принципе, ничего тут такого опасного в этом нет. И можем кто-то вернуть, чтобы показать, что скрипт сработал хорошо. Return 0. Ок. Тестовая функция будет выглядеть по-другому. Значит, test new date. Get settings. Ок. Logger log. Stirt limiter 1. Не так. А как? Получать значение. Вот так. Через CCC. В квадратных скобках. Ее имя. Только имя, так как это строка, должно быть в одинарных кавычках. Вот так вот. Одинарные кавычки. Есть. И, как видим, тут строка Stirt delimiter и тут. Как мы уже записали. Константу delimit. Мы можем ее здесь и использовать вместо строки. И давай потестируем, сколько у нас займет времени взять эту константу. Test get settings. Запускаем. Как видим, 229, это значит 0,2 секунды. И CCC, C delim, он не определил. Undefined. Значит, тут закралась какая-то ошибка. Давай посмотрим, как нам с этой ошибкой. У нас диапазон C2D. Тут все правильно. Ну, давай. Так как у нас есть цикл из этого диапазона C2D. И мы по этому циклу проходим. Давай это values. values ita0. Залогируем. Посмотрим, что он туда пишет. И залогируем values ita1 также. Запускаем функцию. Еще раз запускаем функцию. Смотрим. Ага, я понял, в чем ошибка. Нам нужно удалить логи. И исправить. Обращение к массивам правильно делать вот так. Квадратные скобки. Первое значение, потом опять квадратные скобки. Второе значение. Отлично. Сохраняемся. И запускаем еще раз скрипт для проверки. Ctrl-Enter. Покажет нам точка с запятой. Правильно записалась. И показалось, за сколько времени выполнился скрипт. То есть мы можем сюда записать еще каких-нибудь значений. И что-нибудь там насохранять. И тогда у нас вот это значение также можно будет получить. Давай проверим. Через ccc. Нижнее подчеркивание. Вот так вот. И все. Поехали. Есть. И мы получили наше новое значение автоматически, ничего не добавляя уже в скрипт. В следующий раз мы еще коротко коснемся этих getSettings. Добавим в него параметр readAgent, который будет проверять, есть ли уже в памяти эти сеттинкс. И чтобы не читать значения постоянно при каждом запуске функции getSettings и не тратить эти 180 миллисекунд время работы скрипта. Но иногда это может быть больше. Если наш скрипт разрастется, то больше времени потратит на чтение больших записей. Поэтому в следующий раз мы немного оптимизируем getSettings и пойдем дальше.